Объединённая судостроительная корпорация приобрела 80% акций Выборгского судостроительного завода. Сумма сделки составила 1,8 миллиарда рублей. Летом 2011 года представители ОСК заявили, что корпорация планирует купить Выборгский судостроительный завод, подконтрольный акционером Банка России. Но уже осенью, со слов президента ОСК Романа Троценко, стало известно, что переговоры по приобретению судостроительного завода приостановлены. Причиной стал тот факт, что сторонам было сложно сформировать понимание цены. Однако тогда Роман Троценко подчеркнул, что интерес к заводу остаётся. «После того, как Выборгский завод вошёл в состав объединённой судостроительной корпорации, начнётся новая история предприятия», подчёркивает глава ОСК. «Перед нами встают огромные задачи и проблемы, среди которых точно не будет проблемы отсутствия работы и новых контрактов», заявил Роман Троценко. С финансовыми трудностями предприятие столкнулось ещё в 2010 году, когда растущую задолженность усугубило отсутствие крупных заказов. 24 февраля 2012 года стало известно, что ОСК и завод уже подписали контракт, в рамках которого будут построены два линейных дизельных ледокола на общую сумму 8 миллиардов рублей. Этот контракт позволит обеспечить предприятию производственную загрузку и выплату зарплаты. Планируется, что новые ледоколы будут сданы в мае и октябре 2015 года. Объединённая судостроительная корпорация, крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году. 100% акций находятся в федеральной собственности. В ОСК входят более 50 предприятий и организации отрасли. Выборгский судостроительный завод – крупнейшее судостроительное предприятие северо-запада России, приватизированное в 1994 году.